Здарова! Здарова! Гаумар Джоз Биджо! Жесть, у нас тут полиглоты в чате собрались. Видимо, не слышат. Видимо, только читает чат. Но, в любом случае, рад всех видеть, рад всех приветствовать. У нас пятничный Ежи Ток. Сегодня не получилось подписаться на Бусти. Это грустно. Это грустно, потому что Бусти — это очень важно. Всем советую подписываться на Бусти. Правда, был у меня очень большой-большой задор в пятницу прошлую, неделю назад. Впилиться в контент. Такой я думал, блин, вот как хочется сейчас что-нибудь пописать, что-нибудь поделать. И до этого после матча с кубковым матчем с Химками я что-то поделал. Я такой, блин, ну прикольно же, рад и классно это все делать. Создал на Бусти даже темку о том, что бы вы хотели видеть на Бусти, какой контент вы хотели видеть. А потом случился матч с Динамо, и я такой, ну мне уже ничего не хочется. Ну, потому что это было прям, не знаю, вот такие матчи меня из колеи выбивают очень сильно. Приветствую, Слевин Келевра, приветствую, Вэл Орин, только Лока Ник, Никита Зайцев, Лопфломастер. Всех рад видеть. Небольшой этот дискурс, как это, дисклеймер, во, к пятничному ежетоку стандартный, что это наш формат, где мы обсуждаем все, что угодно. Я в основном с вами делюсь мыслями, которые меня заботят прямо вот здесь и сейчас. Но это скорее сегодня у нас будет пятничный ежеток за весь октябрь. Не только здесь, сейчас, но вы можете делиться и спрашивать моего мнения, прокомментировать все, что хотите, любую новость, любые мысли о футболе, не только о футболе, ну в рамках моих собственных компетенций, насколько я могу вам чем-то быть полезен и помочь. Приветствую, Лока11. Да. Короче, мысли по Локомотиву сегодня будут в основном. Посмотрел ли сериал «Властелин колец», разве у него вышла последняя серия? Я, короче, себе отметил отметку, почему-то у меня в голове 3-4 ноября, когда должны закончиться и Эндор, и «Властелин колец», почему-то мне так казалось. И я оба сериала одновременно посмотрю. Вот, мне почему-то так казалось. Но если он закончился уже, то я посмотрю 2 недели, как ничего себе. Я почему-то это не видел невероятно этих людей, которые сильно бомбят по поводу «Властелин колец». Они как-то после первых серий сильно бомбили. Я думал, что вот сейчас закончится и ожидает новая порция бомбежа по поводу «Властелин колец». Тогда посмотрю. Нет, еще не смотрел. Я почему-то, вот говорю себе, отметил, что оба сериала должны закончиться в ноябре, и тогда я их, собственно, гляну. Октябрь прошел в основном новостным для «Локомотива». Но так как мы здесь болеем за «Локомотив», и мы здесь встречаемся для того, чтобы общаться в основном все-таки про «Локомотив», для нас это хорошо, потому что есть что обсуждать именно в глобальном контексте, именно в глобальном плане, что за «Эндер» — это про «Звездные войны». Про «Локомотив». Долго, долго мы мучились, долго мы выпрашивали смену тренера в «Локомотиве». Я давал свои оценки того, что после того, как прошла пауза на сборной, уже Цорн назначил зачем-то помощника Ценбауру, Фадлу Дэвидса, и это была ставка. Ставка «Ол-Ин» поставил всю фактически свою российскую карьеру Цорн на Ценбаура, на Фадлу Дэвидса, на вот этих вот немецких специалистов, и не только немецких, там и австрийские были, он в них верил. Я много раз говорил о том, что я не понимаю, в чем заключается эта вера, и прокололись. Первый матч выиграли 5-0, выиграли у «Химок», все круто, Педро сделал покер, и вообще казалось, что все у «Локомотива» налаживается. Но это были «Химки». Собственно, тоже многие понимали, что оценивать «Локомотив» по «Химкам» — это идея не очень здравая. «Химки» в невероятно плохой форме находятся. Хуже команды, чем нынешние «Химки». Я давно не видел даже «Тамбов», который, помните, вылетал из лиги с каким-то набранным на улице составом. Даже тот «Тамбов» был интереснее, веселее смотреть, потому что они хоть что-то могли. Что делают нынешние «Химки» на поле, честно говоря, сложно понять. Я вот не понимаю. Но они теперь позвали священника, так что, скорее всего, у них все пойдет на лад, потому что, как мы знаем, священник — это половина игры. Короче, спасибо большое за подписку «Жем». Оформляйте подписки на ВАЗДе, это очень важно. И также очень важно, чтобы вы смотрели за логиненами. По возможности, если у вас есть такая возможность, зарегистрироваться, авторизоваться, залогиниться. Там еще внизу есть всякие сердечки, смайлики. Тоже, если есть возможность, прожимайте. Не доказано, что они работают, но не доказано, что они не работают. Поэтому любые средства хороши. Неважно. ВАЗДовские дела, все это потом, если захотите, поговорим. Но сейчас «Локомотив» хороводы крутят. Да уже даже хороводы не крутят. Они хоровод покрутили. Это было нелепо, но, по крайней мере, хоть чем-то выделялись. Сейчас, смотрю на игру «Химок», и только Глушаков там пешком ходит. Короче, я разбирал матч с «Химками» и поражался, насколько Глушаков беспомощный. Он просто ничего не делает на поле, как Алексей Ларин в «Молодежке локомотива». Отправили их в отставку. Я уверен был, что этого не случится, но случилась более глобальная вещь. В отставку отправили Томаса Цорна. И вот это уже, да, это уже серьезный сигнал. Я не верил в то, что Цорна отправят в отставку до, собственно, зимней паузы. Но был уверен, что если Цинбау и Фаду Дэвидс провалятся, то в отставку отправятся все вместе. И Цорн, и, я думал, Леонченко. А вскоре еще и Плутник уехал. Сказал то, что надоело ему заниматься локомотивом. Ничего не получается. Какая-то хрень вообще. Это, наверное, не футбол. И пришел Юрий Нагорных. И вот сегодня мы, наверное, будем много говорить именно о нем. И о том, что в локомотиве изменится, что не изменится, что хотели бы, чтобы поменялось. Главное, что до сих пор не изменилось. И то, от чего я нахожусь в полной прострации, это отсутствие главного тренера у локомотива. При всем уважении. Но Андрей Федоров – это не тренер. Андрей Федоров – это крутой мужик, может быть, добрый мужик, может быть, душа компании, хороший парень. Все его могут любить, но это не тренер. Как человек, который смотрел «Казанку» на протяжении полутора лет, я могу об этом говорить с полной ответственностью. И то, что сейчас произошло с командой, то, что произошло с командой в матче с «Динамо», для меня это просто продолжение той истории, страшной истории, которую я постарался забыть в июне месяце, когда «Казанку» закрыли с формулировкой «Ну, такая «Казанка» никому не нужна, там футболисты слабые, никому не нужны, зачем мы им вообще платим деньги». И если помните, я бомбил и об этой речи Цорна, и о том, что происходит с «Казанкой» все это время, и ничего не менялось. Они по-прежнему доверяли Федорову, по-прежнему футболисты деградировали, по-прежнему с каждым матчем все хуже и хуже «Казанка» играла. И если они там полгода первые после сборов Ильшата Файзулина еще более-менее что-то, какие-то там матчи выигрывали, то следующий год уже непосредственно Федоровский, но это был просто кошмар. И вышел «Локомотив» на «Динамо», стал внутрь своей штрафной, играет на отбой. И вот, да, это вот та самая «Казанка», которую я помню, которая действительно, если брать именно эту «Казанку», то она футбольному клубу «Локомотив» не нужна, потому что действительно, ну, сложно представить, что игроки из такой «Казанки» могут каким-то образом помогать основной команде. Но проблема в том, что кроме «Казанки» есть, например, молодежная команда, которую возглавляет Максим Мишаткин. Сегодня она выиграла 3-1, и Вадим Раков сегодня забил... И Вадим Раков сегодня забил два мяча с пенальти, правда, но, тем не менее, да, помните, я говорил вам, что он две недели назад выходил на матч, и я вообще не узнавал Вадима, то есть он не может принять, он не может ускориться, он не понимает, как атаки разводить. И вот сегодня, судя по всему, Вадим Раков две недели эти провел в молодежке, сегодня Вадим уже был нормальным. Сегодня Вадим, ну, вел игру фактически, он был не совсем нападающим, был для этого Кирилл Никишин, но Вадик сегодня вот часто встречался с мячом, двигал его вперед, обводил, бил поворотом, хорошо бил поворотом, Ахмат там всей командой в штрафной находился и блокировал удары, но все равно, да, вот это уже Вадим, тот, которого я знаю и помню по UFL и Локомотиву 2005. Что с ним делали в основе? Ноль представления, ноль понимания. Да, есть вот эта вот молодежная команда, из которой игроки а-ля Карпукас просто переходят в основу, и оказывается, что там 19-20-летние парни могут играть на уровне ребят, которых якобы тренировал Федоров, и которых тренировали немцы, а то и лучше. Максим Петров сейчас играет в Алане, играет в стартовом составе, у него уже два гола, и он тоже одна из, ну, может быть, пока еще не ключевых фигур в Алане, но вот то, что одна из самых заметных фигур в Алане, это точно совершенно. Также через него идут атаки, также он очень активен впереди, и это тоже игрок из, фактически, молодежной команды, который просто перешел в основу и, ну, в какой-то мере был полезен. Почему они доверяют Федорову? Почему они взяли? Федоров не был на контракте в Локомотиве, Федоров просто где-то вокруг Локомотива ошивался, говорит, что он ходил на стажировки, и почему ему доверили команду? Ноль объяснений. А это очень важно, потому что, ну, хочется, чтобы со сменой руководства, хочется, чтобы со сменой Плутника, со сменой Цорна в Локомотиве изменилась система принятия решений, по которой вы эти, собственно говоря, решения принимаете, назначаете тренеров, покупаете игроков, делаете какие-то перестановки в менеджменте клуба. Этого нету. Уже прошло больше двух недель с момента ухода Плутника, еще больше с момента ухода Цинбаура. Вроде как пришло вот это самое новое руководство, но мы видим, что Леонченко остался. За какие заслуги, почему он остался и сколько он еще будет руководить клубом, непонятно. Тренера нового нету. Они вперлись в этого Галактионова, пытаются его уговорить, пытаются уговорить руководство Нижегородской области. Но почему Галактионов достоин руководить Локомотивом, пока нету никакого понимания. Ни у меня, ни у людей, которые пишут экспертные статьи на Sports.ru, у Дорского, например. И в целом, ну, хоть за что-то зацепиться. Нельзя назначать тренера в Локомотив, потому что он там несколько матчей с молодежной сборной выиграл. Ну и игра Локомотива, игра Локомотива, которая преобразилась в одно мгновение с более-менее, да, пускай проигрышного, 5 матчей подряд не забываем. Но, тем не менее, достаточно веселого и напористого футбола, в котором Локомотив чаще всего оказывался лучше соперника по XG, по каким-то таким вот сопутствующим показателям. Но проигрывал по счету, и это было плохо, и тренера менять нужно было 100%. Но теперь мы проигрываем и по счету, и по тому, что происходит на поле. Просто, ну, так стыдно за Локомотив, как было в матче с Динамо. Мне не было уже очень давно. Запереться в своей штрафной, не сделать, ну, трех-четырех передач подряд мы не можем сделать, мы не можем выйти из-под прессинга. Чем команда занимается на тренировках, сложно понять. Есть возможные объяснения, и завтра мы его с вами проверим в матче с ЦСКА, что, да, пришлось пожертвовать, условно говоря, матчем с Динамо, для того, чтобы кое-как подправить физическую форму, поэтому их перенагрузили, и они действительно были как сонные мухи в матче с Динамо. Но тогда, завтра, они уже должны нормально бегать и нормально играть. Я в этом очень сомневаюсь, потому что, опять же, я видел Казанку Федорова, и они в таком режиме играли весь год. Они не разбегались так ни в одном из матчей. Каждый раз, каждый соперник, даже соперники с явно более плохим составом, чем у Казанки, были более быстрыми, более точными, более акцентированными в передачах, более конкретными в нападении. Чем занималась Казанка на поле, сказать не мог вообще никто. Теперь то же самое я могу сказать про Локомотив. И Федоров, которого я готов был потерпеть один матч с Торпедо, уже будет тренировать с Торпедо, с Химками, с Динамо, очевидно, с ЦСКА завтра. И немалая вероятность того, что Федоров будет тренировать и дальше, и вплоть до зимней паузы, а мы все будем договариваться с Галактионовым и падать все ниже и ниже. Честно, я обычно оптимист. Я обычно всегда говорил о том, что футбол это такая игра, в которой может произойти все, что угодно. Но как завтра Локомотив будет выходить играть против ЦСКА, команды, которая за эти полгода, за 3-4 месяца прошла путь от бестолковой березутской команды до внятной команды, которая играет во внятный футбол. Может быть, не всегда у них получается добывать результат, как в матчах с Торпедо, например, но как в матче с Оренбургом. Но тем не менее, да, это очень структурированная, очень внятная команда. Я по-прежнему считаю, что она довольно слаба по составу, но они играют в футбол. И как Локомотив завтра будет этому противостоять, и что он будет этому противопоставлять, я вообще не понимаю. И завтрашнего матча я очень сильно боюсь. Когда мы выходили на «Зенит» и отхватывали 5 мячей, я не боялся так «Зенит», как завтрашнего ЦСКА, который, по-моему, по большому счету, не является сейчас каким-то невероятно сильным соперником. То есть Локомотив, условно говоря, годичной давности, двугодичной давности, с таким ЦСКА должен был справляться. И ничего, и Локомотив не ищет даже путей к выходу из всего этого. Локомотив куда-то себя все глубже и глубже закапывает. Я очень, опять же, опасаюсь прихода Галактионова. Конечно, Галактионов это лучше, чем Федоров, но куда Локомотив собирается прийти, это большая для меня загадка. Но это я вам уже все говорил, и сейчас просто повторюсь, потому что это итоговый выпуск за октябрь, пускай он на Ютубе повисит, и вообще, как выплеснуть все свои мысли и эмоции. Но после матча с «Динамо» произошли вещи, которые мы с вами еще не обсуждали, и в частности, это первое появление на горных перед прессой. Это не большая пресс-конференция, это не какое-то программное заявление, как вообще-то нужно было бы сделать, как вообще-то ждут болельщики от клуба наконец-то внятных, открытых действий. То, чего мы все два года, что были Плутник и Леонченко, ждали, над чем мы бились, чтобы они объясняли свои действия, чтобы они ходили в прессу и рассказывали, вот это мы сделали потому-то, вот это сделали потому-то, вот это сделали потому-то, а вот это собираемся сделать. Два года мы, я лично, и мы все бились над тем, чтобы в Локомотиве это происходило, и ничего из этого так и не случилось. То есть какие-то хаотичные, случайные, рандомные встречи с болельщиками, на которых то пускали, то не пускали, то говорили, что будет прямая трансляция, потом и отказывались от прямой трансляции. В прессе пару раз Леонченко выступил, но Леонченко это не тот спикер, которого я хочу видеть в прессе, это человек, который ничего не решает и на любой вопрос отвечает настолько водянисто, что ты ничего не понимаешь. И что хотел сказать Леонченко, о чем, собственно, он говорит, невозможно понять. Ну вот, две с половиной недели Локомотив живет с новым руководством, со старым руководством, без тренера, и такое ощущение, что просто Плутника сняли, просто Цинбаура сняли, а назначить кого-то забыли, может быть, решили реально ждать зимы, а сейчас просто, ну, кое-как дотяните там до зимы, а там что-нибудь будем делать. Нагорных вышел в свет, Нагорных дал несколько комментариев, большинство из них ни о чем в общем конкретном нам не говорят, но есть несколько моментов, которые, с одной стороны, меня, конечно, настраивают на оптимистичный лад, с другой стороны, ввергают в панику. То, что меня настраивает на оптимистичный лад, это, например, выход Салмана Бабаева, который вышел, это член Совета Директоров, член Совета Директоров, который очень долго при Локомотиве и при Филатовском Локомотиве, и при Наумовском Локомотиве, при Смородском он был, его, по-моему, отодвинули уже при Геркусе, и вот сейчас, видимо, он снова заходит, человек, очень долго и давно работавший в РЖД, как раз вот эта вот старая гвардия, которая, видимо, и пролоббировала Нагорных. Короче, вышел Бабаев и сказал о том, что стратегия Локомотива содержала много правильных вещей, но в тренерском плане команда в спортивном плане показывала очень низкие результаты, поэтому мы, собственно, пошли на эти перестановки. И это действительно согласуется с моим собственным мнением, с тем, что я думаю про Локомотив, про всю вот эту ситуацию, о том, что действительно стратегии, действительно были написаны хорошие, правильные вещи, которые нужно соблюдать, на которые нужно ориентироваться, но из-за того, что Томас Цорн не может выбрать нормального тренера, не может поставить человека, который будет и одновременно следовать идеалам стратегии и добиваться результатов, из-за этого у нас все пошло настолько по известному органу, что люди сделали вывод, что вся стратегия не рабочая. Но это неправда, это совсем не так. По этой стратегии можно жить, можно покупать молодых игроков, можно с ними побеждать, можно добиваться хороших результатов и этих самых молодых ребят затем продавать. Да, после 24 февраля все стало гораздо-гораздо сложнее, но тем не менее не невозможно. И более того, даже если стало сложнее, можно взять небольшой перерыв, можно переждать это время, можно снизить градус того, процент того, сколько ты пытаешься выкинуть денег на молодых иностранцев, сколько на опытных игроков, сколько на российскую молодежь. Да, немножечко пересмотреть этот баланс, но по-прежнему пытаться что-то в этом делать. Я надеюсь, что это не просто слова, да, я надеюсь, что действительно мы не будем переобиваться в воздухе, как один из телеграм-каналов тут же поспешил написать, что мы не будем опираться на опытных игроков, не будем продавать всех молодых, которых успели накупить, чтобы затем накупить всяких 33-летних, 30-летних игроков, а-ля, не знаю, какой-нибудь Ерохин. Я надеюсь, что мы не будем этого делать, потому что мне действительно нравится смотреть на молодой задорный локомотив, не на тот, который был с Динамо, не на тот, который был там с Химками и Торпедой, который боится из своей штрафной выйти, а на молодой, задорный, веселый локомотив, который может свернуть горы и у которого замечательное поколение 2005 года рождения подрастает. Потому что мы, ну я много раз это уже видел, когда есть хорошие ребята в молодежке, в школе, в дубле, и надо бы им помочь, надо бы их развивать. Вместо этого вдруг неожиданно покупается какой-нибудь Шишуков и все на этом. На этом можно закрывать карьеру какого-нибудь Сергея Макарова или что-нибудь в этом духе. Очень бы сильно этого не хотел. И Нагорных, который вышел после матча с Динамо к прессе, в принципе, в принципе, сказал примерно то же самое. В принципе, он сказал, что да, что мы не отказываемся от этой стратегии, что это тенденция, которая работает во всем мире, что клуб должен зарабатывать, что одна из возможностей заработать – это трансферы. А трансферы – это все-таки, когда ты покупаешь дешевого, продаешь дорогого. Обычно это все-таки молодые футболисты. Надеюсь, что в этом плане ничего не изменится. Однако, как это все делать, если у тебя нет, например, спортивного директора, не очень понятно. Это идея, про которую я много раз говорил еще при Василии Кикнадзе, о том, что генеральный директор не может исполнять обязанности спортивного директора. Многие, там, Локо-подкаст постоянно спрашивал об этом еще какие-то люди. Они говорят, что мы не понимаем, в чем обязанности Владимира Леонченко, мы не понимаем, кто главный в локомотиве. Есть много различных функций, которые должны выполняться в футбольном клубе. Одна часть, это спортивная часть, и за нее должен отвечать человек, который полностью погружен только в эту сферу деятельности. В том, чтобы команда становилась сильнее, сильнее, сильнее. И для этого нужно искать хорошего тренера, для этого нужно собирать команду, думать, какие задания селекционерам выдавать, думать, с кем переподписывать контракт, вести переговоры и все такое. И спортивный директор необходим, необходим команде, потому что если у тебя человек занимается одновременно организацией матч-дэя, совещаниями в Российском футбольном союзе, строительством базы, реконструкцией стадиона, открытием магазина, подписанием соглашений с какими-нибудь там воронежскими клубами, открытиями площадок в рамках акции «Российских железных дорог», и вместе с этим ты еще должен думать о том, с кем переподписать контракт, как найти тренера и полететь на переговоры, у тебя не получится. Не там, не там. Как, собственно, у Василия Кикнадзе это и не получалось. Это невозможно. И одна из проблем, тоже я вам уже это говорил, но одна из проблем в принципе управления локомотива, то, что начиная с какого-то времени, примерно совпало с чемпионством 2018 года, РЖД решило, что нам не нужен обособленный менеджер для футбольного клуба. Нам нужен человек, который будет одновременно в РЖД и одновременно управлять футбольным клубом. И Анатолий Мещеряков, который до поры до времени находился в тени, он был председателем совета директоров, но мы толком об Анатолии Мещерякове до 2018 года и не знали. Но наступил 2018, локомотив стал чемпионом, вдруг образовался какой-то трансферный комитет, вдруг начались какие-то контроли над финансами, и главную роль стал играть не президент клуба, эту должность вообще упразднили, а стал играть председатель совета директоров. Но проблема в том, что председатель совета директоров локомотива, будь то Анатолий Мещеряков, будь то Александр Альберитович Плутник, будь то Юрий Нагорных, это люди, которые заняты по основному месту своей работы на полную, они в РЖД работают на очень высоких должностях, и кроме локомотива у них еще есть сектор РЖД по всей России. Нагорных, насколько я знаю, он занимается коммуникацией с органами власти по всей России, и это работа, которая требует максимального вложения своего внимания. Как при этом находить время на то, чтобы управлять локомотивом? Я не знаю, но судя по всему, эта модель управления, она продолжается. Я буду надеяться на то, что опыт Нагорных позволит ему делегировать часть своих полномочий к каким-то людям, которым он доверяет, будь то, не знаю, Поляцкин, будь то чудесным образом освобожденный Ларин или еще кто-то, надеюсь, что не Леонченко, но часть своих функций он делегирует все-таки, иначе нас ждет, вот опять же, вот как сейчас, когда три недели прошло, и ничего полезного для локомотива за три недели, а это большой срок, это практически уже месяц, для локомотива толком ничего не произошло. Ну, это вот лирическое отступление, что делегировать полномочия и разбивать их на специалистов – это правильное, не концентрирование власти у одного единственного, и я сейчас не про политику, в общем, в целом. Но вот Нагорных сказал то, что спортивного директора пока в локомотиве не будет, пока у нас всем, видимо, заправляет Леонченко. Еще вещь, про которую сказал Нагорных, это то, что тренеры в локомотиве ищут, что к Андрею Федорову, Ласькову и Пашинину относятся с уважением и благодарностью, но тренерский штаб ищут. И, судя по всему, это означает то, что ни Пашинин, ни Ласьков в тренерском штабе локомотива не останутся, а это вызовет очередной болельщицкий скандал, потому что, ну, как же, вы их только вернули, мы только порадовались, а вы их снова отправляете куда-то заниматься молодежью. Боюсь, что болельщики не переживут. И следующее заявление Нагорных о том, что Семина рассматривают, Семина будут пытаться договориться, но, опять же, не на позицию главного тренера, тоже болельщиков порадовать не может. Понятное дело, что большинство болельщиков локомотива в общей своей массе наверняка хотели бы возвращения Семина. И вот этот шаг, конечно, мог бы вестов Нагорных добавить. Опять же, можно было бы начать с того, что ты приглашаешь Семина и некий карт-бланш на свою работу, который сейчас будет гораздо более пристальное внимание, он бы получил. Очень многие руководители не понимают, что футбольный клуб — это колоссальное внимание. Ты можешь руководить российскими железными дорогами, транстелекомом или чем угодно, и про тебя знать никто не будет знать, как про того же там Василия Кикнадзе, который вроде как руководил «Россия-1», был известным журналистом, но по большому счету никто не знал, кто такой Василий Кикнадзе как человек. Было буквально там одна-две статьи от журналистов, которые с ним работали и рассказывали об этом опыте. Но когда ты руководишь футбольным клубом, тем более московским футбольным клубом, таким как «Локомотив», от которого требуют все побед, будет очень много инсайдов, будет очень много статей, будет очень много просто внимания, просто конкретно внимания к твоей работе, к тому, что ты делаешь или не делаешь. И вот, например, Александр Плутник с такой работой не справился. Оказалось, что он не готов к этому вниманию, он не готов к тому, что его имя будут пылесосить по всем соцсетям. На Горнах фигура максимально не публичная. На Горнах в руководстве российским спортом больше 20 лет. И он занимал должности замминистра, он руководил подготовкой к Сочинской олимпиаде, за которую ему потом и прилетело. И вы не найдете сколько-нибудь внятных интервью на Горнах за эти 20 лет. Да, они там были, я пытался их находить, я пытался понять, что за человек на Горнах, но, ну, да никому не интересен был. Теперь на Горнах будет интересен, теперь его будут склонять, теперь его будут постоянно вспоминать и говорить о нем. Назначив Семен, он мог бы очень сильно себе облегчить задачу по тому, как управлять клубом. Но он этого не делает и вообще ничего не делает. Приехал на матч с Динамо. Надеюсь, ему понравилось. Вроде больше ничего такого судьбоносного, важного на Горнах не говорил. Вроде как на этом. Ну, говорил еще про то, что локомотив не уезжает из Черкизова, но это и так было понятно, об этом и Плутник говорил. Это уже все, это прошлый век. Идея с реконструкцией стадиона и временным переездом расшиблась об СВО и крах экономики. Пока остановлюсь. Потом еще поговорим с вами про российский футбол и что ему грозит и к чему мы перейдем из-за включения крымских, севастопольских клубов в российский чемпионат. Но давайте пока вопросики ваши почитаем и я немножечко отдохну. Так, 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 это я читал. За счет чего можем обыграть ЦСКА? Смотрите, перед матчем с Динамо я сказал такой тезис о том, что по тому, как играет Федоровский локомотив, ему проще играть с системными командами, с командами, в которых все подстроено некой вот системе, в которой нету большого количества индивидуальных футболистов, которые могут решить момент самостоятельно, но есть некая система, потому что локомотив запирается в своей штрафной и вот тот же ЦСКА, он в матче с Торпедо два раза проиграл, потому что Торпедо как раз противопоставили системе ЦСКА свою собственную систему бей вперед, игра придет. И локомотиву в целом даст ЦСКА играть проще, чем с Динамо, потому что Динамо как раз, как по мне, это набор индивидуальностей, а не какая-то серьезная команда. Есть Федор Смолов, который может что-то придумать, Арсен Захарян, который может что-то придумать, Денис Макаров, который может что-то придумать. Ну, короче, каждый что-то может что-то придумать, где-то индивидуально обыграть, и в таком случае Федоровский локомотив терпит большой крах, потому что там индивидуальности вообще места нету. Проблема в том, что у ЦСКА и индивидуальности тоже есть, и, ну вот, выйдет Живоглядов или Нинахов против Краскаля, дадут ему по ногам внутри штрафной, и мы получим пенальти, после чего игра закончится. Да, все может произойти, все может быть, и я не знаю, за счет чего локомотив может выиграть у ЦСКА. Какая-нибудь дура залетит, какая-нибудь вот как Камано на 30 секунде забил, а ЦСКА нам будет бить поворотом, 150 раз нанесет удар, и не попадет ни разу. Да, такое могло и с Динамо произойти, мы могли не заработать тот самый дебильный пенальти, который заработал Антон Миранчук, которого, скорее всего, все-таки не было. Могли не обрезаться, могли не пропускать со штрафного с рикошета, все это могло быть, мы могли не проиграть Динамо. Проблема в том, что это не тот локомотив, за которым хочется наблюдать, на который хочется смотреть, потому что этот локомотив, который изначально идет на поражение, а если повезет, если все будет нормально, если все сложится удачно, Гильерме 8 раз сделает сейвы, судья не заметит, как Антон Миранчук играет руками, тогда локомотив может победить. Вот на такой локомотив я ужасно не хочу смотреть, я хочу смотреть на тот локомотив, который может победить, потому что он играет в футбол хорошо, потому что у него хорошие футболисты, которые в целом с тем же самым Динамо летом, ну, делали все, что хотели. Они в итоге сыграли в ничью, но в целом, пока играли одинаковые равные стартовые составы, локомотив над Динамо издевался. А потом вот мы пришли к точке, что в конце сентября, о господи, в середине октября, Динамо не выпускает локомотив со своей половины поля, и все игроки максимум, что могут сделать, это выбивать мяч низом через центр еле-еле. Надеюсь, завтра, надеюсь, очень надеюсь, я оптимист, я верю и надеюсь в то, что действительно матчем с Динамо пожертвовали, что перегрузили их. Такое уже бывало в истории, когда команда абсолютно физически не готова, и каким-то матчем жертвуют, и перегружают футболистов для того, чтобы они хоть как-то физической формой, физическую форму получили. Так, так, чат, я смогла подписаться с телефона при помощи киви 100 рублей, и такой ты матери сможешь и ты. Хороший призыв, хороший. По-прежнему буду всех, кто может, для кого это не большого препятствия, взять и подписаться за 100 рублей на ВАЗД. С карты Сабблса вообще без проблем, не считая задержки минут в 30. Мне казалось, смотря на видосы последней, что весь тренировочный процесс на Ласькове и Пашинине. Ну, а не помощники, это же... Как нормальный рабочий процесс строится, об этом тоже бомбил просто неоднократно, о том, что есть главный тренер, он составляет план тренировок, он получает информацию о будущем сопернике, о состоянии команды, о том, как себя чувствуют игроки и, в принципе, по итогам предыдущей игры смотрят на слабые, сильные места своей команды. Строят недельный цикл, и помощники тренера этот самый недельный цикл выполняют. Есть куча тренеров, которые даже не выходят на тренировки. И вот, по-моему, Алекс Фергюсон вообще не появлялся на футбольном поле в тренировочном процессе. Он просто расписывал тренировочный план вместе со своими помощниками, а эти самые помощники этот тренировочный план выполняли, притворяли в жизнь. И Локомотив, у которой в какой-то момент решил, что помощники главному тренеру вообще не нужны. То есть, у нас роль помощников исполняли администраторы, люди, которые, чья работа разложить майки, накачать мячи, расставить, там, предоставить футбольный инвентарь, расставить его на поле в нужных местах. Они вдруг стали контролировать процесс тренировок. Ну, так не должно быть, это никогда ни к чему хорошему не приведет. У нормального тренера всегда должно быть два помощника, два или три в лучшем случае, помощник по аналитике, который с ним в одну сторону мыслит и готовит видеофрагменты как с футбольных матчей, нужные, так и с тренировок. И вместе, благодаря этим нарезкам, они там готовят опять же план тренировок на неделю. Так что подозреваю, что сейчас примерно то же самое происходит. Наверное, влияние Ласькова и Пашинина на Федора чуть больше, чем, условно говоря, влияние Батуренко на Семина, но тем не менее. Это нормально, то, что помощники тренера проводят тренировки. Петров, когда только перешел к ним, тоже не мог нормальный мяч принять, убежать. Где-то я это видел последний год. Но игроки, которые уходят из локомотива сейчас, будь то в молодежку, будь то в аренды, они вдруг через 2-3 недели вспоминают, что, оказывается, они умеют играть в футбол и правильно начинают забегать, правильно обобщаться с мячом. От них перестает отскакивать на 10 метров. Это уму непостижимо, как можно... Вот я не видел тренировочный процесс, но Томас Цорн, он же его видел, он же на каждой тренировке присутствовал, но неужели он не видел то, что происходит на этих тренировках не то же самое, что при ТДСК, не то же самое, что при каких-нибудь нормальных тренерах, что происходят какие-то эстафеты, что они здорово бегают туда-сюда, но как только начинается футбольный матч, они не понимают, куда бежать, они не могут обработать мяч, они не могут сделать передачу, они не могут ударить поворотом нормально. Деградация невероятная у каждого футболиста. Педро на скамейке меня беспокоит эта ситуация, я прилетел из Бразилии не для того, чтобы сидеть на лавке, хочу играть. Ты прав, именно Томас и его команда сыграли ключевую роль в моем трансфере, Цорн всегда поддерживал меня, чувствовал доверие и от Ценбаура. Когда только приехал, сходу сыграл пять игр в стартовом составе, но после ухода Томаса и Йозефа я перестал играть в старте, в последних трех матчах начинал игру на скамейке запасных, сказал Габриэл в беседе с корреспондентом Спорт-24 Тиграном Арутюняном. А теперь... А теперь... Так. Наоборот. Вот так. А теперь... Игры Педриньо в Локомотиве. Запас, старт, 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 запас, запас, запас. Ну да, то есть он, когда приехал, он первый матч все-таки начинал в запасе, потом пять раз попадал в старт, и из которых только в кубковой игре отличился. И в целом... Ну не то, чтобы Педриньо был какой-то ключевой фигурой для Локомотива и делал что-то полезное, да, вот по вот этим вот белым пустым квадратикам, мы можем это явно понять. Да, вот эти четыре в нашем сердечке безусловно навсегда, но... Я думаю, что Педриньо стоит все-таки немножечко поискать в себе причины, по которым он не попадает в старт, потому что Керка, например, тоже достаточно быстро из стартового состава исключили, но Керк вышел, Керк добавил после травмы Игнатьева очень значительно, и, собственно, начал следующий матч в стартовом составе. В матче с Динамо это уже был привычный по этому сезону Керк, но, тем не менее, он смог себя найти в Локомотиве Федорова. Но главная проблема, наверное, опять же, в том, что Локомотиву Федорова не нужны люди, которые чего-то там придумывают, чего-то где-то там в атаке играют, что у них там на уме непонятно. Локомотиву Федорова нужны футболисты типа Камоно, которые будут бегать туда-сюда, может быть, о них не очень получается играть в футбол, но зато он добежит назад, добежит, прибежит в свою штрафную и что-нибудь там попробует отнять мячик. Педриньо, конечно, в оборону бегает, но раз через три, например, и больше хочет забивать мячи, больше хочет ждать их впереди, что команда отоброняется и отдаст мяч куда-нибудь вперед. я думаю, что Педриньо так и будет сидеть в запасе при Федорове, но, как мы знаем, Федоров тренер не навсегда, поэтому Педриньо стоит поменьше отвечать на вопросы до назначения нового тренера. Может быть, по бумагам Нагорных еще пока никто, поэтому и молчит. Ленченко ездит, коробки открывает, ему норм. Я сначала думал, может, Нагорных видит в галле второго Осенькина, поэтому так хочет его, но потом он сказал, что кандидатура тренера не одна и на рассмотрение, так что хз. Я из этих интервью Нагорных все-таки понял то, что ну, может быть, кандидатур там когда-то рассматривалось и много, но Галактионов совершенно точно основная кандидатура, над которой Локомотив борется и пытается его привести. Да, Нагорных так в прямую ни разу это и не сказал, но по ощущениям действительно это так. Действительно сейчас уже не рассматривается вариант, при котором ну, кого-нибудь еще назначим. Только если Галактионов совсем в отказ пойдет и там, не знаю, 10 миллионов евро нужно будет за него заплатить. По поводу бумаг, если объявили, то нет, значит, уже прошло засвидание совета директоров, он уже главный в клубе. вот и я думаю, что стратегия весьма очевидна, вопрос в реализации. Стратегии сити или пассажир нам явно не по карману. Ну, не мудрено, и это было очень смешно, что после того, как отставили плутника, отставили цорна, во-первых, появились куча, ну, во-первых, появились новости, статьи о том, что а мне жаль, что немецкий проект развалился, вдруг внезапно оказалось то, что есть люди, которым жаль, что клуб, который решил попробовать что-то новое в российском футболе у него не получилось. До этого казалось то, что со всех сторон только зачем вы пробуете что-то новое, давайте играйте по старым правилам, которые завели российский футбол в ту жопу, в которой он находится. Вот, а во-вторых, оказывается, у Локомотива очень хороший состав. Почему-то читаешь эти новости и то один эксперт, то второй, то третий, то четвертый говорит о том, что у Локомотива собрался хороший состав. Да, место в турнирной таблице низкое, но состав-то хороший и с этим составом можно работать. Единственное, Корнеев замечательно высказался сегодня или вчера, читали Корнеева о том, что Афера Века, бывший спортивный директор Локомотива о трансфере Бека-Бека. Мампаси, Митай, Раконьяц, это не уровень Локомотива. Помимо них, добавьте в список Керка, Камано, Едвая, Нинахова. Вспомните трансферы Мерадишвили, Текнезиана, Бека-Бека, хотя с последним удалось провернуть Аферу Века, продав футболиста, почти не сыгравшего за Локомотив. В зачет я бы поставил только приобретение Исидора, Во-первых, Камано пришел примерно за год до прихода немцев в Локомотив. Нинахов пришел месяца за два до прихода немцев в Локомотив. В-третьих, если вы забыли, то Корнеев это чувак, который за 3 миллиона евро привез в Локомотив Портнягина. И про Портнягина Корнеев сказал так. Это был сильный статный нападающий, который много забивал и нельзя его оценивать только по сезону, в котором он получил травму. Если он сейчас поправится от травмы, он снова начнет забивать. Портнягин после ухода из Локомотива не забил, кажется, ни разу. Такие специалисты. Так, так, такие вот специалисты. Афера Века это, оказывается, покупка Бека-Бека, а не Портнягина в Локомотив. Ну и есть еще история о том, что помните, в 17-м году Миранчук, Алексей Миранчук едва не покинул Локомотив. И Корнеев настаивал на том, чтобы с Миранчуком не продлевали контракт. Он настаивал на том, что игрок ни о чем, его надо продавать в Рубин. Пригласи сейчас Палыча, он отправит всю молодежь в молодежку и потребует купить ему плюс-минус 30-ти летних. И что? Мне всегда поражал этот тезис, что Палыч потребует тех-то, Палыч потребует тех-то. И что дальше? Ну не купишь ты ему 30-ти летних. И чего? Дальше-то что? Он уйдет из клуба, он в отставку подаст, он, не знаю, будет ходить с молотком бить окна в баковке. что произойдет, если ты не купишь Палычу 30-ти летнего футболиста? Если ты будешь продолжать покупать молодых, талантливых ребят и говорить Палычу, ну вот такой вот уродился. Что будет-то? Что сделает Палыч? Книгу напишет? Ну это очень страшно, ребята, это очень страшно. Переживет ли локомотив, если Палыч напишет еще одну книгу? Что значит с какими-то воронежскими клубами? Ну была же информация о том, что локомотив подписал соглашение о сотрудничестве с какой-то футбольной школой из Воронежа. Да, вот Леонченко по сути занимается сейчас в ситуации, когда клуб находится на 14-м месте, Леонченко занимается тем, что вот этой популистской деятельностью, которая очень важна и крутая, здорово, что сделали на 22-м секторе сектор добра и все это пойдет на благотворительность. Очень крутая новость о том, что теперь тренером, который воспитали игроков, которые сыграли 5 матчей за основу в свой первый сезон, будет выплачиваться какая-то премия. Но это такая дурь, это такая дурь, это просто... Представьте себе Максим Петров, которому 7 лет, он пришел в Локомотив в 2008-м году. С тех пор он поработал с такими персонажами, как Максим Мотин, был директор Локомотива некоторое время, с Кузьмичевым, с Щигалевым, с... все время забываю фамилию, еще одним директором, даже с Андреем Родионом он, по-моему, успел поработать, как с директором Академии. А количество тренеров, которые вложили в Максима Петрова свои умения и навыки, ну, у меня пальцев не хватит, чтобы посчитать, сколько у него было за 10 лет, пока он был в Академии с 7 до 17 лет, у него было, ну, огромное количество тренеров, которые с ним работали. Более того, Академия Локомотив это та академия, которая может себе позволить иметь отдельного фитнес-тренера, отдельного реабилитолога, врачей, помощников тренеров, тренеров по технике. И они все работали с Максимом Петровым. Вы кому премию собрались выписывать за 5 матчей? Я предположил, что это Андрей Федоров, потому что же Максим Петров играл у него в Казанке некоторое время матчей 5 или 10. Может быть, ему выписать премию, может быть, он раскрыл талант. Нам же сказал Федоров, что Крапукас играл у него, поэтому он так хорошо сыграл в матче с Торпедо. Ну, это невозможно. И так не должно быть в нормальной академии. Вы можете объявить премию Локомотива школам государственным, когда вы кого-то берете из другой школы, из государственной какой-нибудь школы, и он к вам подходит, и он в молодежку, например, или сразу залетает в основной состав. Вот тем тренером брать и выплачивать некую компенсацию, чтобы в дальнейшем эти тренеры стремились отдавать сильных футболистов в Локомотив. Потому что сейчас из-за того, как детский футбол у нас устроен, тренеры не стремятся своих воспитанников в профессиональные клубы отдавать. Они стремятся, чтобы эти игроки у них как можно дольше играли, приносили результат. В нормальной же академии должно быть так, что если из академии в год вышел хотя бы один игрок, который занял место в основном составе, тем самым сэкономив клубу некоторую сумму на трансферы, чтобы клуб в академию давал вот эту самую достаточно большую премию, сравнимую с тратами на трансфер футболиста, там, не знаю, 500 тысяч долларов. И эти 500 тысяч долларов руководитель академии уже на всю академию плавно распространял. Закупал какой-нибудь инвентарь, премировал тренеров, всех тренеров, не конкретных, которые работали с этим игроком, главного тренера, а всех тренеров в академии. И тогда академия будет опять же расти, развиваться и стремиться как можно больше игроков отдавать в основу. Сейчас реально работает какой-нибудь тренер с командой десятилетних ребят. Ну, какая ему мотивация в какую-то душу вкладывать? Он получает там свои 100-120 тысяч рублей в месяц. Ну, и получает. Ему никогда ничего не перепадет сверху за то, что его футболист куда-то там попал. А так он будет по-прежнему стремиться болеть за локомотив, болеть за каждого игрока, который от него переходит там к следующему тренеру, который работает уже с более старшими возрастами. Вот. Так что начинание-то, конечно, хорошее. И мы видим вот эти вот пять матчей, те самые пресловутые пять матчей Леонченко. Помните, как он на той самой пресс-конференции сказал, что как только игрок сыграл пять матчей в российской премьер-лиге, он начинает стоить пять миллионов евро? Вот мы видим отголоски той самой истории. Палыча достаточно молодых играла так-то, разбавленные опытными, да. Ну, я об это даже соваться не хочу, потому что постулат о том, что Палыч не играет молодыми футболистами, он разбивается настолько просто, настолько столько раз я это уже делал и показывал статистические выкладки о том, как при Палыче заигрывал один молодой, второй молодой, третий молодой, четвертый молодой, пятый молодой, даже в последнее время, даже с 2017 года, с 2016 года, что и Баринова он там ввел на постоянную основу, и Антона Миранчука ввел на постоянную основу, и какой-нибудь Рыбчинский при нем дебютировал, и Макеев при нем дебютировал, и в Хвичу Кварацхели он сразу начал ставить состав, когда никто особо не понимал, почему он это делает, и говорить о том, что Палыч не умеет работать с молодежью, это, ну, просто странно, но я уже привык, что люди это говорят, мне как бы не особо интересно вдаваться в этот спор, пока Палыч где-то еще, вот когда Палыч придет в Локомотив, станет главным трейдером Локомотива, я снова буду в это, в эти зарубы вникать, и с удовольствием предоставлять аргументы, но уж про то, как Палыч открывал молодых в 90-х, именно тогда, когда вот эта самая стратегия опирания на молодых россиян, она была основной, ну, про это вообще речи не может быть, там огромная просто плеяда молодых футболистов выходила, выходила, и выходила, и продолжала выходить, и там и Оленичев какой-нибудь, и Гуренко, и Измайлов, и Беллидинов, и, ну, Ласьков тоже приходил, там, 21-летним, можно сколько угодно перечислять, там не было такого, что Локомотив в 90-х играл 30-летними ребятами, стариками такими, нет, там вообще просто жесткая молодежь была, и ничего, побеждали, сколько он Баринова мариновал, ну, примерно полтора года, Ласьков не в 24-е перешел, может быть, может быть, в 23-е перешел в Локомотив, ну, все равно довольно молодой, не 30 лет, должность президента не упразднили, а переименовали в генерального директора, формально это одно и то же, нет, это не правда, и, да, нам, естественно, говорили об этом, да, нам всячески убеждали, что, не, 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 ничего, не беспоклируйтесь, нет, 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 на самом деле должность президента и должность генерального директора не капитальна, но отличаются полномочиями, правом подписи и всем таким, и связано это было в том числе про то, что, ну, Герку с финансами туда-сюда рулил, как хотел, а РЖД, в частности Мечерякову, это не нравилось, и они переписали устав, они переписали то, что теперь генеральный директор не может самостоятельно финансами управлять на все, на все воли совета директоров и, соответственно, председателя совета директоров. Так что генеральный директор сейчас Владимир Леонченко или Василий Кикнадзе и президент Смородская, условно говоря, это две огромные разницы. Так, это факт, это просто факт, да, в дела Ольги Юрьевны Смородской никто вообще не лез, она сама все делала, да, она там отчитывалась перед советом директоров, но это были такие формальные отчеты. Начиная с 2017 года и в 2018 году уже прям конкретно совет директоров стал прям основным действующим органом. До этого вы даже там знать не знали про какой-то совет директоров, про председатель совет директоров, это тоже факт, потому что, опять же, я много писал про локомотив в этот период и кто был председателем совета директоров, условно говоря, в 2014 году, вам мало кто вообще ответит. Вам, ну, то, что это был Вадим Морозов и кто такой Вадим Морозов, никто толком не знает. знали только одного председателя совета директоров, это Липатов, потому что, опять же, да, ему в какой-то момент отдали на откуп буквально там на пару лет локомотив, потому что он, типа, я готов покрывать половину финансирования РЖД из Транстелекома, но дайте мне при этом, чтобы я руководил. Но ему дали, он, опять же, к себе огромное количество внимания привлек, понял то, что зря он это сделал и отдал. И все на этом. А так, председатель совета директоров до 2017 года, до 2016 года вы даже Мещерякову фамилию не знали толком. А с 2017 узнали, а в 2018 это вообще стала краеугольная личность, которая стала выступать постоянно с анекдотами. Кто-то задавал прямой вопрос новому руководству промеж Рядкина. Цорн отвечал, что не видит на этом месте. Видит работу и старания европейский проект с европейским тренером. Про Мешаткина очень хочется их мнение услышать. Я думаю, что никому никто не задавал никаких вопросов, потому что некому задавать никаких вопросов. Собственно, у кого вы спросите, у Леонченко? Леонченко вон Федорову поставил. Он его поставил через месяц после своего назначения на должность тренера Казанки. С нихрена, опять же, помните эту историю? Тоже про нее рассказывал о том, что все сборы Казанка прошла с Файзулиным, и в последний день сбора в Казанке Файзулина убрали и поставили Андрея Федорова. Почему? С чего вдруг Федоров приходил как селекционер и вдруг неожиданно стал главным тренером Казанки? Вот этих историй хочется в локомотиве, новом локомотиве, поменьше. И этих историй очень много связано именно с именем Леонченко, когда вдруг неожиданно появляется какая-то фигура а-ля Самедов, а-ля Федоров, а-ля этот Бедарев, которые заваливают всю работу на вверенном им секторе. И вместо того, чтобы сейчас вот это все искоренить каленым железом, Федорову дали основу, не Казанку, на результаты которой плюс-минус пофиг, ему дали основу. Ну, давайте дождемся, когда спортивным директором станет Александр Самедов. Будет ездить в мытище, искать футболистов по всему миру. Получается, особо надеяться на опыт Нагорных не стоит, раз он так ответил про спортивного директора. Я все-таки человек, который дает некоторое время людям, прежде чем вносит оценки. Тоже об этом обсуждали не так давно, что для меня нету задачи самым первым поставить самую объективную оценку. Я присматриваюсь к людям, я смотрю на то, что они делают, я смотрю на то, что они говорят, и после этого какой-то свой вердикт выношу. Сказать заранее, что я говорил, что у Нагорных ничего не получится. Это самый верный способ. Тот, кто это скажет, будет прав процентов 80 случаев, то и 90, если мы говорим про локомотив. Но я этим путем не иду, я все-таки сначала смотрю на то, что они будут делать. Пока Нагорных не сделал ничего. Ну, давайте вот до января ему время дадим освоиться, закончить эту часть чемпионата, назначить тренера, выступить все-таки с интервью, выступить с какими-то назначениями. И после этого уже я буду каким-то образом анализировать. Сейчас у меня нету вообще пространства для анализа. Я не понимаю. Нагорных мог это сказать просто в проброс, потому что ему нечего было сказать по этому поводу. как только мы примем решение, мы сообщим. Ему весты не нужны. У него весты от тех людей, которые против возвращения Павла. Ну, посмотрим, как они ему будут не нужны через год, когда его будут склонять по всем местам за его работу. Сидел себе тихо, мирно на хлебных местах в РЖД и после скандала в Сочи кое-как про него забыли. Сейчас снова буду вспоминать. Хорошо бы Геркуса председателем совета директоров. Хорошо бы вернуть ситуацию, при которой совет директоров не является принимающим решения органам. То есть, да, совет директоров может что-то заверять, принимать отчеты, выделять финансирование, не выделять финансирование, но совет директоров не должен решать, кто будет тренером, не должен одабривать трансферы, не должен заниматься прямым управлением клуба, как это было в последнее время. Потому что у председателя совета директоров при российских железных дорогах не будет на это времени. Жаль, что расшиблась. Если бы начали, то походу деньги бы все равно нашли, а так невыгодно и не будем начинать. Реконструкция про реконструкцию. Но мне тоже жалко, да, я очень хотел, чтобы территорию локомотива переделали. Сейчас я думаю, что денег на это просто нету и не будет в ближайшее время точно. Нагорных в интервью на парковке, я думаю, он просто будет посылать этих людей, очень удивился. Но Нагорных вроде как адекватный человек. То есть сколько я не пытался нарыть про него информацию, все люди, которые с ним работали, все говорят о том, что Нагорных очень адекватный человек. Что к нему, например, можно было всегда прийти с вопросом по любому спортсмену, и он всех знал. Когда он работал в Министерстве спорта, он знал каждого спортсмена, с каждым общался, все держал по контролю. То есть как профессионал вот реально про этого человека говорят только положительные вещи, что вот он очень крутой организатор и что он во все вникает и все знает, все понимает. Но, конечно, при этом есть это черное пятно в виде Олимпиады и то, что организовывал он, прямо скажем, не самые лучшие вещи. Посылать никого нельзя, если ты не кик. У нас был фасон из ЖМа. Педрини на FKLM News ноет, прочел уже. Так вот, стоит задуматься, почему ты новый игрок, только прилетел и сразу пять матчей в старте сыграл, посмотреть на таблицу и понять, что что-то тут не так и будет что-то меняться и пробовать новое. Но Педрини, да, тут странный вообще спич, совсем не та ментальность, вообще говоря, которую ждешь от футболиста, что я буду работать, я буду становиться сильнее, да, я в запасе, но значит нужно больше работать, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, приезжать, ничего не делать на поле толком и говорить о том, что ну, то, что я в запасе, это из-за того, что Цорна уволили. Это странно. Не удивлюсь, если бы он больше не забил ни одного гола, остался в истории таким событием, зимой уехал. Это наш Локо 21-22. Все может быть. Согласен высасываем проблем из пальца про Педро, просто обсудить больше нечего. Какое странное сочетание слов локомотив Федорова. По-моему, очень ярко. Сказать локомотив Ценбауэра я не могу, потому что каким был локомотив Ценбауэра никто не знает. Он постоянно был каким-то очень разным. Разные составы, разные идеи, разные модели. То прессингуем, то мы не прессингуем, то, не знаю, Худяков вводит с ближним, то Худяков выбивает вдаль, то выигрываем 5-0, то проигрываем 0-4. Короче, ну, каким был локомотив Ценбауэра я не могу сказать. Какой есть локомотив Федорова, ну, достаточно трех матчей просто вот по горло. Прекрасно понимаем, что это локомотив закрытый на все пуговицы, локомотив максимально упрощенной игре, поменьше какого-то каких-то индивидуальных действий, побольше передач куда-то вот прям сразу в штрафную, желательно, чтобы вратарь отдавал голевые передачи. у нас каждый новый тренер как Гомер Симпсон из мема вешает шляпу, переворачивается и сваливает. Педрине еще двоих будет основным с перерывами на Федоровых. Томас Бендер Цорн. Кирилл Никишин топ? Нет, к сожалению, нет. У Кирилла Никишина есть яркие способности, которые, скорее всего, ему позволят играть на уровне как минимум ФНЛ, может быть, и в РПЛ поиграет, но, к сожалению, Никишин очень твердолобый футболист, как оказалось, и это очень грустная история. Я на Никишина возлагал большие надежды, но на поле он вообще не думает, голову не включает, но при этом может убежать, может пробить, как сегодня, довольно неплохая реализация, но в 90% случаях он принимает какие-то совершенно дурацкие решения и это грустно, это грустно хотелось, ждалось от Никишина больше. Представил, как Палыч бьет окна молотком на базе. Если Палыч купить 30-летнего уровня Денисова, Лима, Криховика, Хохлова, то тоже ничего страшного не случится. Воронежские команды это факел, в котором Леонченко раньше работал. Не совсем факел, там с какой-то другой командой заключили соглашение. РЖД щедрый ДШ, а Палыч, если ему не купить, будет каждый месяц жаловаться в СМИ. Жесть. Невероятно. Палыч будет жаловаться в СМИ. Ужасно. Ужасно. С нашим бюджетом покупать такого уровня игроков скорее накупит уровень Глушакова-Тарасова. Опять говорят, что Бара свалить хочет. Ну хочет и хочет. Для вас это прям новость. Я когда это увидел, я такой, ну нифига себе. Всего-то уже третий год хочет свалить куда-то в Европу и говорит об этом примерно в каждом интервью. Ну ничего ж себе ж. Мы прям не знали о том, что Баринов ищет себе клуб в Европе. Вот это бомба. Палыч стоит вернуть, чтобы Баринова помариновать. Хоть кто-то должен на это решиться. Само номинование должности не имеет значения. Само может и не имеет значения. Официально сборная России сыграет с Таджикистана в Душанбе 17 ноября. Ура, товарищи! Ну, а чемпионат мира когда начинается? Потому что там надо будет еще подумать, что мы будем в ноябре с вами стримить, что будем смотреть. 20 ноября. Ну, отлично. Посмотрим сборную России. С 20 ноября включимся в просмотр чемпионата мира. Думаю, что по примеру чемпионата Европы, который был в 21 году, посмотрим по максимуму. Чуть ли не каждый день будем стримы делать. Оренбург личке хорош, даже пободрее крыльев Осенькина выглядят. у них есть, во-первых, иностранные футболисты, в отличие от крыльев Осенькина, во-вторых, ну, да, веселые, но как только им как раз противопоставляется команда чуть более высокого уровня, Оренбург Оренбург просто падает и лапки кверху. Ну, ЦСКА, опять же, не знаю, как у них так получилось, не получилось у ЦСКА обыграть Оренбург, вообще, я ожидал, что там тоже будет разнос в одну калитку, но, видимо, ЦСКА сейчас тоже в плохой форме находится. Да, прикольная команда, веселая, тоже, опять же, вот с первых же матчей я сказал, что следить за Оренбургом прям приятно, прям очень интересно смотреть на Оренбург в этом сезоне. На большинство команд, которые приходят из ФНЛ, смотреть не особо весело, не особо интересно, но вот Оренбург меня прям в первых же матчах зацепил, это было прям, первый матч у них, по-моему, они проиграли Крыльям Советов, как раз тоже с разгромным счетом, но я не видел Оренбург в ФНЛ, но в РПЛке прям восхитили, но это это все равно нижняя восьмерка. Привет, у меня есть абонемент, продолжительное время хожу на стадион, на воскресенье поймал себя на мысли, а зачем? Как бы ты себе ответил на этот вопрос? Учитывая, что я долгое время не ходил на стадион, не самый тот человек, у которого лучше спрашивать все это дело, но вопрос, а зачем я смотрю локомотив, для меня решается очень просто, во-первых, это часть моей жизни, я себе уже не представляю жизнь без локомотива, без того, чтобы узнавать хотя бы результаты матча, если я не могу посмотреть впрямую, а если я могу посмотреть впрямую, то обязательно смотреть. А во-вторых, эмоции. Любому человеку нужен выплеск эмоций. Это может быть выплеск положительных эмоций, это может быть выплеск отрицательных эмоций, но их надо выплескивать, их надо куда-то тратить, не копить, чтобы не срывать их на своих близких людей, на какую-нибудь работу или на что-то другое, потому что человек, существо такое, что эти эмоции все равно будут куда-то выплескиваться. ты посмотрел футбол, ты слил негатив на судью, на соперников, ты получил какой-то заряд положительных эмоций, если твоя команда выиграла, и у тебя немножечко голова перезагрузилась. без этого можно найти себе какой-то другой выплеск эмоций, но он все равно нужен, а футбол это вещь, от которой очень тяжело избавиться. Знаю людей, которые смогли от этого избавиться, которые фанатели футболом и прям очень серьезно, а потом как-то он потихоньку ушел из их жизни совсем, но знаю очень многих, которых футбол не оставляет и даже не смотря футбол, они все равно такие, о, а эти как сыграли, а эти как сыграли, а, 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 а чемпионат мира я посмотрю, о, сборную России я посмотрю. Ну, вот как-то так. То есть для себя я отвечаю, что я по-другому не могу, но для других это просто хорошая разрядка, и ну, все-таки не надо это принимать слишком близко к сердцу, футбол это остается футболом, что бы там не говорил как его там Шенкли, есть вещи гораздо более важные, чем футбол, а футбол это просто развлечение. Хотя бы совет директоров не будет давать Гендиру делать странные решения. Да, но если совет директоров не погружен сильно в команду, то он и сам будет делать довольно странные решения и доверяться странным людям, которые могут оказывать серьезное влияние на них. Исходя из той истории с преданным, с проданным за копейки стадионом, что РЖД вкладывает кучу денег в реконструкцию вокзалов, думаю, было бы желание и не были бы мы сейчас в жопу, может реконструкцию бы и начали все-таки. Нет, я... Ну нет, но реконструкция стадиона, вот именно хорошая, большая, мощная реконструкция стадиона, ну это годовой бюджет локомотива по вливанию, вложению денег. Сейчас мы видим, что даже на годовой бюджет локомотива РЖД особо не хочет тратиться, они его урезают до не знаю, на сколько, на 20 миллионов евро, на 25 миллионов евро. Но у них даже на годовой бюджет на содержание локомотива сейчас не очень много денег, поэтому... Но какие-то ремонтные работы, какие-то работы на территории локомотива, я уверен, что они будут продолжаться, будут изыскиваться на них средства, просто ну это не будет глобальная перестройка, как и должна была быть. Какие ожидания от матча? Я думаю, что локомотив закроется на все пуговицы, будет абсолютно на такой же состав, как на Динамо. Закроемся на все, все, все пуговицы, насколько только можно. ЦСКА будет долбиться в наши две линии обороны, дай бог у них ничего не получится, не залетит никакая дурка, не залетит с углового от Виллиана Роши, Хараскаль не заработает пенальти на Нинахове, а мы будем ловить их на контратаках, и парочка из этих контратак все-таки пройдет, потому что футболисты умеют играть в футбол. Но шансы на то, что в итоге все закончится для Локомотива хорошо, я оцениваю не больше десяти. А то, что со стандарта нам забьют, в итоге затолкают мяч после рикошета, что Хараскаль пенальти свои заработает, что кто-нибудь издалека тябляков ударит, прошьет Гильерми. Вот на это шансов я оставляю гораздо больше. Одна надежда, ну, две надежды, что Локомотив физически будет лучше, чем матч с Динамо, и второе, что ЦСКА находится сейчас на дне своей формы. Посмотри, Дом Дракона явно получше, чем Властелин Колец. Посмотрю, может быть, первую серию, если меня зацепят, то посмотрю целиком, но вообще мне Песня Льда и Пламени, Игра Престолов вообще не зашла. Геркус во главе Совета Директоров явно не будет в стороне. Проблема, еще раз, проблема в том, что председатель Совета Директоров это должность на высоких постах РЖД. То есть, председателем Совета Футбольного Клуба Локомотив 100% акций, которого принадлежат РЖД Локомотив, может быть только высокопоставленный чиновник РЖД. Чтобы Геркус стал председателем Совета Директоров Локомотива, ему нужно стать каким-нибудь замминистра, заместителем руководителя российских железных дорог Белозерова. Я сомневаюсь, что это возможно. Поэтому я и хочу, чтобы был какой-то смотрящий от РЖД, да, они назначат кого-нибудь, кто будет смотреть, но при этом власть вернулась к человеку, который будет реально работать. То есть, условно говоря, Нагорных будет председателем Совета Директоров, но ему нафиг не уперлось вникать в процессы Локомотива, и он тогда поставит условного Геркуса генеральным директором вместо Леонченко, Геркус наймет спортивного директора, Геркус будет заниматься всей вот этой вот тем, что должен сейчас заниматься председатель Совета Директоров, но только с позиции генерального директора. Может быть, не Геркус, может быть, Ларин, я к Ларину очень хорошо отношусь, может быть, еще кто-нибудь окажется, что есть какой-нибудь еще суперкрутой директор, но то, что я хочу, это чтобы вот председатель Совета Директоров, который будет обязательно человеком от РЖД, перестал пытаться играть футбольного менеджера, потому что у них это не выходит, они этого не умеют и не должны этого уметь, у них совершенно другая задача, гораздо более в контексте страны важная.